итак давайте пробежимся по настройкам bios а первое включение ну для вас первое для меня это уже не первое включение сразу скажу что винда не хочет запускаться здесь соответственно надо переустанавливать и хоть как то есть любые малейшие настройки какие-то и она не хочет стартовать в общем давайте с паузы начнем вот такая у нас конфигурация видим процессор xeon е 56 20 2 и 4 гигагерца на ядро 4 ядра два потока на ядро 8 потоков сумме итак поехали так входим в bios у нас вот такие вот настройки сразу первое меню х версия bios от пятнадцатого года 15 07 знаете удивительно дата и время совпадает как будто китай знал куда отправляет так настройки advanced так мы видим частота 133 первый уровень кэша 256 2 мегабайт и 3 12 мегабайт 288 килобайт разблокированы минимум 12 максимум 18 но у нас максимум стоит 18 так сервер класс hpc тут короче можно выбрать уже предустановленные настройки вот этих вот всех параметров по плюсу соответственно по минусу ну и оставим hpc без оптимизации по напряжению включу кэш статы так идея configuration apache ход plugin в общем комментировать не буду просто покажу что есть часть уже отключил температура цп у нас с титаном 13 градусов температура материнская плата 21 20 градусов обороты у нас процессора кулера 2700 напряжение у нас вроде все в норме 3333 9 и 6 какие-то нестандартное напряжение 61 так ладно уэсби ну все стандартно почти все почти все резервит мемори в конце 1 квикбот стандартно 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 секьюрити чипсет почему-то тут настройках идет 12 usb хотя тут меньше тут если не ошибаюсь 8 чем я не меняю на всякие пожарные так ну и соответственно сетевуха там еще звук был и все и вот настройки у нас закончена соответственно сейф у нас есть оптимальные настройки по дефалт настройки сейф моде так скажем вот так и вот у нас имеются пункты в bios bios достаточно урезаны версия 0269 как-то вот так в общем на этом наверно все грузится пишет ошибочку но это стандартно при новом железе так что ребята если будете брать подобный комплект знайте что если вы вдруг поставите и не сохраните данные на вашем винте соответственно ну вытянуть тех проблематично у меня не получается при любом истечении обстоятельств даже настройки выставлять идентичные не грузится не в обычном режиме не в сейф моде не соответственно после восстановления системы требуется перезалить это все дело и потом уже какие-то махинации проводить в общем я сейчас в раздумьях стоит ли мне это железо пихать вместо своего плен вот она ошибочка mazda или же все-таки оставить мне свое железо в общем я еще думаю надо как-то его протестировать в общем винду поставить и тестировать в общем на этом все всем спасибо за внимание продолжение следует всем удачи всем пока